Пусть в ряд Как все руководители, они себя позиционируют как примерные семьянины, то есть это образец для подражания, ну в общем-то, ну как бы медаль, обратная медаль там далеко не такая, то есть на каждом предприятии был кастинг среди молодых сотрудников. Кто угодит? То есть этих молодых сотрудников постоянно куда-то вывозили на всякие мероприятия, те же бани, грубо говоря, их пробовали там все. Начало коробить меня о том, что такие люди, как этот персонаж уходят от ответственности, причем за деяния как бы не соответствующие, ну, не соответствующие статусу. То есть вот этот чиновничий, этот беспредел, ну, мне обидно стало. А в чем именно заключается этот чиновничный беспредел? Ну, вообще, про кого пойдешь сейчас речь? Сергея Николаевича Бабарыка речь. Я работал его личным водителем на протяжении с февраля 2013 года по май 2017 года. Начал я с ним работать, когда он был первым заместителем генерального директора Гомеля-Агрокомплекта, а закончил я уже уволился с Мелковиты. Все это государственные предприятия. Ну, и мне предложили идеи по возе руководителя. То есть там сразу зарплата была хорошая, плюс машина новая. Ну, они не ездят на плохих машинах. Машина была Мультивэн 2012 года, там цена заоблачная. Ну, я начал работать, их было два месяца в той машине, грубо говоря. Ну, вот, и как бы буквально с первого дня, да, вот, ну, собираемся домой ехать. А мне говорят, ну, не домой едем, а называют точку. Я говорю, а куда это ехать? Мы тебе покажем. Ну, вот, в общем, тот первый вечер закончился где-то буквально в 4-5 утра. Это была баня, это была, опять же, баня государственного одного предприятия. В Улицком находится. Это была усадьба ихняя, то есть там, там потом, потом мы часто туда приезжали. То есть это до меня часто было, и после меня это мы туда заезжали постоянно. Ну, естественно, как бы, ну, понимаем, баня из водки деньги на ветер. Ну, а после излияния там уже происходили разные вещи. Ну, мое воображение было, как бы, как это... То есть ты непосредственно присутствовал при этом, или я принимал... Нет, меня, конечно, туда никто не звал. Мы сидели с коллегами в машинах, ну, извините, ну, как бы... С коллегами это с другими... Ну, естественно, другие. Ну, есть ряд чиновников какой-то делали, такой, корпоративщик и водитель... В основном, это корпоративе, это назывался «Корпоративчик пятницы». Каждую пятницу, как в известной песне. Вот так. Пятница пятница? Да. Ну, установка была такая. Вы, там, водители, грубо говоря, первых лиц... Ну, ты, ну, не вывод. Город-город, да? Да, ты водитель, допустим, не города, а первого лица предприятия. Ты, считай, элита. Ты гордиться должен тем, что ты, вот, особо приближенная к императору. Вот такие понятия были. То есть, о том, что переработки какие-то... Ну, опять же, как бы мне тут это было 13-й год. Как бы, ну, ситуация уже начала накаляться, как бы, в стране. Но зарплата еще все-таки была. Я, наверное, пришел, наверное, 8 с половиной миллионов. То есть, ну, почти в три раза. Ну, как бы, пока тут втягивались, все было в огне. То есть, ну, и работа, то есть, командировки, то есть, никаких вот этих... Так, переработок, как их назвать. Где-то с месяц все было нормально. Опять же, ну, а потом, там, как они отмечают, там, не знаю, 30 дней, 100 дней. Ну, опять же. То есть, 30 дней, 100 дней... Ну, да, 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 да. Такая белорусская традиция. Да, традиция. Да, ну, вот, хотелось бы сказать, что на момент, как вот я начал работать, да, как все руководители, они себя позиционируют, как примерные семьянины, то есть, это образец для подражания. Ну, в общем-то, ну, как бы медаль, обратная медаль, там, далеко не такая. То есть, на каждом предприятии был кастинг среди молодых сотрудниц. Кто угодит? То есть, ну, этих молодых сотрудниц постоянно куда-то вывозили на всякие мероприятия, те же бани, ну, грубо говоря, их пробовали там всех. Как бы, выпиющие случаи такие были, что, там, допустим, с обеда с одной поехали, ей надо вечером вернуться домой, я завозил одну домой, брал другую и возвращались. То есть, и доходило уже в последнее время до того, что никто нигде не стеснялся, это было прямо вот, выйдя из машины, мы тут порезвимся. То есть, это были сотрудницы тех же ПТ-яэй? Да, 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 в основном сотрудницы. Иногда это были девушки, которые брали плату за свои деньги. И сотрудницы? Не, не, не сотрудницы. То есть, это, ну, как бы я, не в ко всех денег брали, но был целый список. И это все происходило, как бы, в рабочее время? Естественно. Это, ну, начиналось в рабочее время, это всегда. Как бы, начиналось даже иногда так, что мы вроде едем на работу, я забираю человека с дома, мы едем на работу, а тут мне указание, останавливаемся возле магазина, тарим пиво и поехали. Скажем, были точки, ну, места, куда они постоянно ездили. То есть, была своя база отдыха, там все было готово, то есть, это уже, как бы, там, частный был проект. По мне, да вообще не целевое использование, то есть, ну, таких автомобилей для таких нужд. То есть, автомобили покупались под себя, под свои нужды полностью. Там мультивены в максимальных комплектациях, с совсем дополнительным оборудованием, почти так. Я смотрел, ну, возил, естественно, жену и детей в выполнении личных поручений. Ну, вот, наверное, вот эта формулировка «выполнение личных поручений», она, как бы, еще там себя включает много подпунктов. Мог прийти какой-то, ну, какую-то знакомую сказать, ну, вот, ну, помоги, там надо съездить. То есть, он меня вызывает, вот тебе человек, съездь, и куда ему надо. То есть, ну, это все, как бы, это все было на служебном транспорте, служебное топливо, все. То есть, ну, образ жизни, скажем так, сыновник был? Далеко, далеко не похож на тот, который декларируется с экрана. Ну, это, ну, естественно, это не единичный случай, это все. Вот, буквально, ну, кого я, кого я видел, кого я встречал, там возил, это, это все так. То есть, тот, кто начинающий чиновник, у него вообще распальцовка была, мама не горюй. То есть, получается, что... А какие, там, допустим, вот, если, там, ну, можно сказать, допустим, то есть, с кем, там, с известных еще, там, товарищей, здесь, в случае, может, бывших проходили, вот эти, там, скажем так, употребления, там, вечеранного алкоголя, женщины? И изныне, ну, очень сильно, опять же, ну, сильно дружил с тем же директором Гомель Агрокомплекта, с директором Востока, со вкус комбината. Ну, и они все поддерживали отношения. А, допустим, с дворником? Нет, это такая группа чиновников, вот, облсполком, они закрыты. Ну, в плане, они, ну, не идут, наверное, на контакт, вот. То есть, получается, облсполком отдельно, директоратом каких-то реакций? Да, 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 у них свой ореол, то есть, они там, в своем мире, они царьки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Занимая должность директора Мелковита, у него были, ну, естественно, на подставных он имел, как, имел свой молоковоз, то есть, который, понимаешь, съездит по Гомелю, ну, по области. То есть, у третьих лиц откормлена машина? Ну, я об этом знал и видел ту машину не раз. Значит, было, ну, как оно сейчас есть, перерабатывающее предприятие в Буду-Кошелевском районе. Он, насколько я знаю, ну, как инвестор там выступал, то есть, у него он получал оттуда водоход. Ну, плюс, вот, было предприятие по организации туризма, база отдыха Алле-Паруса, бывшие. Тоже имел какое-то отношение? Да, непосредственный инвестор, то есть, предприятие там на кого-то, на что-то зарегистрировано, но там, в общем, в последнее время все действия происходили на этой базе водохода. То есть, удобное положение, 300 километров от города, тихо, никого нету. Ну, опять же, было много, ну, как бы, разговоров, то есть, это не только, ну, в этом еще плюс. Насколько я слышал, там, заготовка кормов и яды, то есть, опять же, там, его... Яды это... Для протравливания. Гербицид, да, я имею в виду? Ну, да. Я, его ИП, ну, я увозил непосредственно человека для участия в тендере. Если у человека две тысячи долларов в кошельке лежит просто для того, чтобы они там лежали, ну, было, как при мне, то есть, доставалась пачка бумаг, там, вот, отсчитывалось две тысячи долларов, надо ездить поменять, потому что сегодня мероприятие. То есть, нам нужны деньги. Все. А заправлялась, заправлялась мультивен, мультивен как? По чипу, да. По чипу, да. Он сосварить не платит? Нет. То есть, даже, когда ты, там, ребенка, ты возишь, как бы? Нет, ну, как, зачем? То есть, все заправки всегда происходили за счет... За счет предприятия, естественно. Адреса проживания? Нет. Постоянно, сколько, вот, я, я работал постоянно в одном адресе жил. Скромно, абсолютно скромно. И, ну, насколько я знаю, все, ну, все движимое и недвижимое имущество записано, ну, либо на жену, либо еще на кого-то. Хобби у человека был, отратил баснословные деньги, бюсты. Очень, не знаю, ценятся там. Синюмина там, ну, и какие-то были партии, их выпускались, ну, старые, там, заказывал из России. Я переводил деньги, там, переводами через банки, там, на мое имя. И они приходили, потом, в последнее время, начали на российские в Клинцы ящик приходить. Я ездил забирать. На служебном? На служебном там, например. Ну, как, ну, при усадебном участке был целый, как, домик ростевой. Не всех туда приглашали, но я бывал несколько раз. Ну, действительно, там, впечатляющая коллекция, там, боюсь сказать, сколько. Ну, больше сотни точно. Ну, не, а во дворе, ну, как вот эта тумбочка приблизительно такого размера бюст стоял. Особой гордостью был этот бюст Гитлера. У него там еще бюль Гитлера. Ну, да. Как бы, фигуры не дешевые. Ну, я в максимальную сумму переводил полторы тысячи долларов. Ну, опять же, как я сказал, что последние мои месяцы работы, да, то есть отношение ко мне изменилось, ну, вплоть до какого-то халуйского. То есть, ну, принеси подай, иди нафиг не мешай мне тут такого плана. То есть, уже не стеснялся ни в выражениях там каких-то оскорбительных. Ну, и вот сейчас, да, как бы, как бы, вот то, что я вижу, что происходит вообще, да, и человек, получается, ну, как бы избегает своего наказания. Ну, как бы, я-то знаю, какой он человек, а тут получается, что все идет к тому, что он опять займет какое-то место в кресле и будет продолжать этим дальше заниматься. То есть, я бы хотел, чтобы не только этот человек, чтобы, ну, и все подобные. Размотали их. Да. Чтобы конкретно по всем, как бы, руководителям прошерстили. Ну, понятно, что тогда и работать никому будет, если сейчас всех уберут, но, тем не менее. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok